Кстати, самая агрессивная уличная реклама у так называемых микрокредитных организаций – быстрый и легкий заем. На эту уловку уже попались миллионы, и, к сожалению, число запутавшихся в кредитах граждан продолжает расти. Наш специальный репортаж для тех, кто обратил внимание на кричащую рекламу и рассчитывает на выгодный заем. О рисках микрокредитов напомнит Татьяна Барульна. Поможем деньгами. Деньги за 15 минут. Быстрые займы. Рекламные объявления – уличный мусор. Ими увешан весь город, и все как один предлагают нам легкие деньги. Их готовы отдать без документов, поручителей, практически поверив на слово. Почти задаром – под 1-2%. Внимание! День. А это уже 730% годовых. Но в офисах микрозаймов вообще не стесняются таких грабительских ставок. У нас при первоначальном обращении доступны суммы от 3 до 5 тысяч рублей на срок от 7 до 16 дней. По 2% в день. 100 рублей в день. 100 рублей в день. А в общей сложности это сколько? 16 дней в 1600. Микрозаймы выдают небольшими суммами – от недели до месяца. Якобы перебиться до зарплаты. Но благотворительные цели микрофирм вскрываются, как только заемщик просрочил день возврата. Выражаясь простым языком, его ставят на счетчик. Сумма долго начинает расти в геометрической прогрессии. Ему все равно, кому выдать кредит. Самое главное – получить процент, который они хотят заработать. И получается, что клиент, когда обращается в микрофинансовую организацию, должен понимать, что он уже своими денежными средствами в виде процентов оплачивает те денежные средства за тех людей, которые вовремя не платят по кредиту. Светлана как раз из тех, кто не платит. Нечем. В долговую яму женщина попала за 15 минут, а вылезти из нее не может несколько лет. Говорит, взяла микрозайм в 30 тысяч на 16 дней. Рассчитывала потихоньку расплатиться. Потихоньку не получилось. Быстрые деньги отдавать надо тоже быстро. 30 тысяч на 16 дней – это 600 рублей процентов в день. Сами понимаете, в какую-то сумму потом только процентов это выливается. Сначала отдаешь проценты, получается, сам займ не гасится никак, и проценты опять набегают, набегают. Ну и в итоге вот в такую попала ситуация, что уже и проценты нечем было отдавать, потому что два раза в месяц отдавать по 10 тысяч – это 20 тысяч в месяц только проценты. Отдавать нечем – будут выбивать. Коллекторы уже угрожали Светлане жесткой расправой. К сожалению, этот финансовый треугольник – МФО «Заемщик коллекторы» – стал классикой жанра. Недавний случай в Мурманске. Семьи-должникам угрожали продать ребенка на органы. Даже прислали фотоколлаж с надгробием малыша. Убили за долги родителей. Помним, скорбим. Коллекторы выбивают деньги, а вместе с ними душу. Случай в Свердловске. Не выдержав постоянных угроз по телефону, мужчина свел счеты с жизнью. И за это никто не ответит. Работа и методы коллекторов вообще никем не регламентируются. Пока. Дело в том, что положения, регулирующие взаимодействие непосредственно кредиторы и должника, коллекторской организации и должника, вступают в силу с 1 января 2017 года. То есть в настоящее время они не применяются. Данным законом предусмотрено ограничение на количество непосредственного взаимодействия. В частности, к нему относятся количество звонков, количество личных встреч. Также рекламентировано время, в которое совершать взаимодействие с должником. А пока закон молчит, от коллекторов будут кричать. Те самые должники, заемщики, клиенты микрозаймов. Кто не побоялся грабительских процентов взамен на легкие деньги. Их раздают на каждом углу. И люди охотно берут. Кажется, совсем забывая неписанную истину. Что берут чужие и на время, а отдают свои и навсегда. Татьяна Барулина, Карина Харитонова, Максим Максимов, Наталья Красавина. Новости дня.